Действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин. Послушал я выступление Путина на Петербургском экономическом форуме, который длится почти три часа или даже больше. Ничего конкретно про Казахстан, про Центральную Азию он не сказал. Единственная отсылка была со стороны Белоруссии, когда он сообщил, что интеграция с Белоруссией будет сближаться, мы будем двигаться навстречу друг другу. И вообще, почему мы говорим только о Белоруссии, надо говорить о всем евразийском пространстве. Еще раз напоминаю всем жителям Казахстана, что будущее Казахстана в глазах Путина – это будущее Белоруссии и Киргизии. Хотите понять, что нас ждет впереди, по мнению Путина, смотрите на Белоруссию, на Киргизию. Мы должны все работать, горбатиться в России за нищенскую зарплату. Мы должны воевать со своими соседями, как это делают киргизы. И мы никуда не должны летать, как это делают теперь белорусы. Белорусским авиакомпаниям запрещено летать по всему миру. Теперь они сидят дома, как туркмены. Пришли к такому же состоянию советскому, надо сказать. Занавес упал. Вот такое невеселое будущее окружает уже вокруг нас Казахстан только исключительно. Будущее нам прекрасно видно. Теперь надо только думать о том, успеем или не успеем мы построить китайские заводы. Я считаю, что китайские заводы, китайский шелковый путь – это единственная альтернатива этому будущему. Позицию мою по этому вопросу всем давно известна, кто давно смотрит мой канал. Теперь об интересном. Интересной мне показался вопрос про вакцину. Во-первых, товарищ Путин очень много времени уделяет рекламе своей российской вакцины. Наш президент, господин Токаев и первый президент Казахстана Назарбаев не уделяют столько времени вопросам вакцинации. У нас тоже есть своя казахская вакцина, но господин Токаев каждый день не выступает там с высоких трибун и призывает казахов немедленно поставить прививки нашей казахской вакцины. Это о чем говорит? О том, что на самом деле эпидемиологическая ситуация в России, наверное, намного хуже, чем заявляют официальные лица. Что даже самому Путину приходится озвучивать такие непопулярные моменты в жизни российского общества. Это первое. В нынешней ситуации это выглядит как нежелание защищать собственных граждан от угрозы. Такое тоже есть и с этим мы тоже сталкиваемся. Как вы знаете, Россия вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом. Наша страна располагает сразу четырьмя собственными вакцинами. Причем достижение наших ученых широко признано в мире. Так, спутник ВИУ уже зарегистрирован в 66 странах мира, где проживает свыше 3 миллиардов 200 миллионов человек. Хочу особо подчеркнуть. Мы не только создали уникальные технологии и быстро наладили выпуск вакцин в России, но и помогаем нашим зарубежным партнерам разворачивать такое производство на своих площадках. Но пока, кроме России, этого никто еще не делает. Сегодня у каждого, повторю, у каждого совершеннолетнего гражданина России есть возможность сделать прививку максимально комфортно, добровольно и бесплатно. И, пользуясь случаем, я еще раз хочу попросить наших граждан использовать эту возможность защитить себя и своих близких. Напомню, что российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной, эффективной свыше 96%. И, по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины. Я уже говорил, и на себе это испытал. Там может быть небольшой подъем температуры. Все. Это все побочные эффекты. Но защита какая хорошая. Ну и самое интересное, после того, как Путин призывает, умоляет, буквально на коленях россиян, пройти поставить добровольно, подчеркиваю это слово, добровольно вакцину, прививочку, спутника ВИ, после этого товарищ Путин не забывает про гастарбайтеров, коих в России несколько миллионов, в том числе киргизов, таджиков, узбеков. Там не звучит слово «добровольно». Он сказал главам регионов отработать эти вопросы по вакцинации этих людей. Внимательно слушайте. Кроме того, прошу правительства, регионы, бизнес совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции. Много таких специалистов занято у нас в строительстве, торговле, сфере услуг и жилищно-коммунальном хозяйстве. Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и... В общем, братья узбеки и киргизы, предупреждаю, если вдруг у Путина хватит денег, если вдруг главы регионов не осрамятся перед Путиным и выполнят его поручение, вот в ближайшие дни люди в белых халатах по городам России будут бегать с этими толстыми иглами за гастарбайтерами, за киргизами, за узбеками. Колоть их прямо там во дворах, где они убираются, прямо там на кухнях, где они там моют посуду, на стройках прям, где они укладывают кирпичи. В общем, принудительная вакцинация выходцев из Центральной Азии грядет. Может быть, там незначительное число казахов, каким-то образом оказавшиеся на работах в России, ну их немного на самом деле, еще присутствует, может быть, будьте внимательны, да, товарищ Путин скоро вам вколет эту вакцину, хотите вы или этого, или не хотите. Как это правильно сказать? Принудительная вакцинация выходцев из Центральной Азии начнется вот со дня на день. Это мое предупреждение для тюркского мира. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь на Facebook и Instagram аккаунты, помогайте мне финансово, там тоже ссылочка есть в описании к видео. И до новых скорых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!